Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Расстались с парнем три недели назад, по его инициативе сорвана свадьба. До этого были в отношениях три года, постоянно расставались и сходились. Стабильности вообще не было. Сейчас свидимся периодически, я и провожу у него время, я провожу у него время. Мы спим вместе, он говорит, что любит, но отношений со мной не хочет. Иногда говорит о том, что мы будем любовниками до тех пор, пока он не найдет в себе девушку, с которой захочет семью. Стал больше ухаживать, подарки дарить, я его не понимаю. Когда видимся с ним, мне хорошо. Как уезжаю, тревожные, слезы поступают. Постоянно хочу ему написать. Первым он не пишет. Чувствую себя все хуже и хуже, с каждым днем. Сегодня вот проснулась, встать в кровати не могу. Безразличие ко всему. Что мне делать? Я хочу жить и радоваться, но не могу взять ограниченное морщение. Надеюсь, что можно что-то исправить. Подскажите, как выйти из этой ситуации? Ну, давайте мы с вами, пожалуй, начнем вот с нескольких моментов, которые я бы хотел раскрыть. Да? Вот вы говорите, я хочу жить и радоваться. Ну, казалось бы, такая совершенно, ну, обычная нормальная фраза, свойственная любому человеку. То есть, любой человек, наверное, хочет жить и радоваться. Но, тем не менее, мне хочется у вас спросить. Тем не менее. А это как? Ну, то есть, вот, элементарно, это как? Как вы, грубо говоря, могли бы это делать? Как вы, грубо говоря, не чувствуете, а вы, на мой взгляд, как раз таки не чувствуете, для чего вам жить? И зачем вам это делать? Ну? Я бы сказал, что будут определенные проблемы. Потому что, потому что, ваше, ваше желание жить и радоваться, оно вот, к сожалению, так и останется в виде каких-то абстракций. Вот. Ну, ничего, ничего не изменится, ничего не изменится, ничего не... Ну, не пройдет. Ну, не пройдет. Ого. Понимаете, да? Дальше. Вы говорите, что у вас есть надежда, что ты справишься. Из чего эта надежда вытекает? Из чего эта надежда вытекает? Что можно что-то и вправить. Вот. Ну, конкретно. Попробуйте. Попробуйте себе ответить на этот вопрос. Дальше. Вы пишите, что не можете его понять. Зачем? Зачем? Зачем бы вам его сразу понять? Обратите внимание, когда вы пытаетесь понять человека, вы в этом смысле отдаляетесь от себя. Вы в этом смысле не понимаете сами себя. Тем больше вы пытаетесь понять другого человека, тем меньше вы понимаете сами себя. И отсюда у вас тревожность и так далее, и так далее, и так далее. Восекает. Восекает. Дальше. Следующий. Следующий момент. Значит, вы пишите, расстались с парнем три недели назад. Сейчас увидимся периодически. А как получилось, что вы расстались и снова начали видеться? Вы проводите у него время, спите вместе. Как все это получилось? Особенно если учесть, что вы расстались. Как так сложилось? Вы пишите, что до этого были в отношениях три года, постоянно расставались и сходились. А из-за чего расставались? Вследствие чего сходились? Можно ли то, что вы сходились назвать примирением? Если да, то какие выводы вы делали из этих примирений? Какие решения были приняты? Вы пишите. Он иногда говорит о том, что пока не найдет себе девочку, с которой захочет семьи, мы будем любовниками. Как вы на это реагируете? Не то, что понимаете ли вы его, а как вы на это реагируете? Вот вы пишите, когда видимся с ним, мне хорошо. Как уезжаю тревожность и слезы. Постоянно хочу ему написать. Чего вы боитесь? Быть брошенной? Или что-то еще? Понимаете, есть ощущение, что вы себя не слушаете. И наша задача в первую очередь помочь вам это сделать. А дальше вы уже решите. Кстати, вы спрашиваете, как выйти из этой ситуации? Из какой? Из какой ситуации? Из ситуации такого реагирования на молодого человека? Это вы имеете ввиду. Какая ситуация? На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Редактор субтитров А.Семкин Девчин Продолжение следует...